Сегодня мы находимся у Людмилы, у которой гостиница называется Миладом. Видите, у нас такие таблички. Это Миладом 3.1. Ну-ка, кондишен, кровать, это детячая. Это как бы дополнительное место. И вот такой холодильник, телевизор. Окна выходят на юг, по-моему, на запад. Вот эта улица называется Лермонтово. Дальше вот туда, вон, при горе Кавказа почти видно. Это впереди хребет Котх, с этой стороны хребет Пшав. Вот это вот, потихоньку мы смотрим, кровать. И дальше вот это окно на южную сторону. Здесь такой частный сектор. Сегодня, сейчас идут весна, тепло, здесь кондишен. Ну и вот вход в ванную. Вот она. Все. Нашевая кабинка. Заказывайте. Расскажите, пожалуйста, о своем Миладоме. Здравствуйте. Во всем, что я хочу сказать. Гостевой дом, Миладом, работает 9 лет. 9 лет нашему гостевому дому было в апреле, вот в начале апреля, 10-го числа. Я уже отельер со стажем. Гостей я жду с удовольствием. Я знаю, предугадываю пожелания гостей. Ну, например, какие? Например, вот они говорят, Людмила, у вас настолько все в номерах продумано, даже не знаешь, о чем попросить. То есть все есть. Мыло, допустим. Тапочки. Ну, все на своих местах, вот где оно должно быть. Некоторые заходят в номер, смотрят на кровать и сразу с паникой, а где полотенце? Я вообще не понимаю, как это так, положить полотенце на кровать каждому. То есть где вам нужно полотенце? Не нужно вам в кровати, оно вам нужно в душевой. Там оно и лежит, ваше полотенце, по количеству человек в номере. Вот. Ну и так далее. А что это за вот эта картинка? Это у меня карта, я ее заказала специально. Так, это еще она сделана? Ну, это она из такого пластика сделана. Так, и что мы тут, где мы тут находимся? Мы-то находимся вот здесь. А, самое главное. Так, смотрим. Вот здесь мы находимся. Вот я вижу санаторий горячий клёч. Да. Ну вот, то есть гости могут выдвинуться сюда, если им надо магнит. Вот, пожалуйста, магнит, вот старый рынок, Сбербанк. Вот это вот все вопросы, которые мне задают. Вот они на этой карте. Как нам куда пройти? Вот, если надо вот скала Петушок, вот часовня Иверская, Дантово ущелье, вот это вот Ленина, и тут вот полиция. А там вот озеро. Полиция тоже спрашивает. Да, ну как бы ориентиры. А какой самый главный, распространенный вопрос, интересно? Ну, короче, магнит. Магнит. Понятно. А сколько у вас номеров, и по чем они, по чем они, самое главное? У нас две цены по сезонам. Зима, лето. Высокий сезон у нас лето, потому что большое энергопотребление. Там электричество. Вот смотрите, доказательство того, что здесь куча проверяющих. Вот, целый стенд со всякими штуками, и с топором, и с песком. В общем, приходится на 100 рублей поднимать номер. Летом у нас 1200 за двоих, значит, зимой... Летом 1300 за двоих, зимой 1200 за двоих цена. Идем в беседку. Вот, наверное, шашлыки какие-нибудь, да? Конечно. Мир труд май скоро будет. Шашлычок. Шашлычок вот так. Если это одноместный номер, то, соответственно, зима 700 рублей, лето 800 рублей. Вот, одноместный. Там помещается только один человек, там узкая кровать. Многие говорят, а мы там не уместимся вдвоем, великие экономисты. Я говорю, ну нет, не уместитесь. А вот это место как называется? Это наш двор, парковка. Здесь паркуются гости, оставляют свои машины. Все под камерами. Замыкается на ночь. А где камера находится? А вот припрятаны. Ладно, хорошо, мне не надо. Главное, что есть. Я видел, что там есть камера. Я ее обнаружил. Вот там еще одна. Здесь помещается четыре, ну, три-четыре автомобиля. Ну, как при желании, шесть. Еще вопрос. А фишки? Какая у вас есть фишка? Ну, фишка то, что у нас есть кухня, понимаете? Кухня. Мы сейчас находимся, смотрите, в кухне. Да, в кухне. Здесь находится кухня, находится кухня и холодильник. Да. Вот открываю холодильник. Вот тут даже кто-то чего-то тут хранит. Да, несмотря на то, что у нас в каждом номере имеется свой холодильник у гостей. Но вот этот тоже пользуется спросом. Да, можно посмотрим. А если тут тарелки, вот они тарелки. Да все есть. Тут тоже все, все чистое, смотрите. Здесь тоже чистое. Конечно, чистота. У нас тут, понимаете? К моему приходу вы наберете порядок. Да нет, у нас так каждый день. А этот так красиво цветет. Ай-ва! Ну, вообще-то. И нам, знаете, повезло с гостями. Они у нас очень чистоплотные. И не скажешь, что у нас дедушки, бабушки с детьми идут еще. Поскажите, как быть вот с доставкой из аэропорта? Вы, может быть, вы их доставляете? Гостей я сама лично не встречаю в аэропорту. Потому что я здесь как собака на цепи сижу в этом гостевом доме. Стоим 9 лет уже. Я делюсь. Неправда, вы еще ездили. Я точно знаю, что вы отдыхали. По-моему, в Израиле вы ездили. Ну, мы ездим, отдыхаем. Но сердце рвется. Потом разрывать меня на части и роуминг тоже стоит. Встречают гостей таксисты. У меня два человека есть проверенные. Которые ставят нормальные цены и встречают круглосуточно в аэропорту. Главное сказать точно время прилета. Плюс время на получение чемодана. Чтоб человек там не тратился на парковке в аэропорту. Сами знаете, въезд в аэропорт на 15 минут бесплатно. Календула. Еще вопрос такой на засыпку. А можно ли в горячем ключе найти дешевле, дешевле? То есть это адекватные цены у вас или... У меня цена адекватная. Это для народа, для, не знаю, для богатых, для бедных? Нет, вот как раз таки это и не для очень бедных и не для очень богатых. Это как раз таки вот цена для самого обыкновенного человека. Ведь по сути цена 650 рублей с человека получается. Если разделить вот 1300, разделить на двоих. Это 650. Не знаю, по стране там 700 рублей, 800 рублей. Это цена койко-места в хостеле. Вот. Еще вопрос. Как далеко отсюда до санаториев? 10 минут ходьбы. До самого дальнего санатория предгоря Кавказа. Какую аудиторию вы ждете? Например, с детьми, там, ну не знаю, пенсионеров? Кто? Мы всех ждем, но желательно, чтобы не буйные, спокойные, не шумные, не пьянствовали, чтобы вот такие гостей мы ждем. И в конце я хочу сказать... Да, гостевой дом Милодом приглашает вас отдохнуть по делам и прочее. Спасибо, что вы дослушали до конца этот ролик. И Людмила дает скидку для тех, кто обращается от меня в целых 5%. Смотрите, получается дешевле. Итак, Людмила Милодом, телефон в подписи. Спасибо.